Итак, результаты саммита в Джиде, а также другие важные темы, сейчас будем обсуждать с Михаилом Подоляком, советником главы Офиса Президента Украины. Михаил Михайлович, здравствуйте, очень рады вас видеть. Михаил Михайлович, приветствуем. Здравствуйте. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, вот закончился саммит в Джиде, и насколько из ваших высказываний можно судить, что самым сложным вопросом там было, это донести до некоторых стран, что Россия должна раз и навсегда покинуть украинские земли. Скажите, пожалуйста, по вашей информации, удалось переубедить тех, кто еще сомневался в этом очевидном факте? Я думаю, что, безусловно, это вопрос длительной работы. Мир, вы же видите, мир смотрит на многие, вот чем дальше от того места, где ты находишься, тем ты более равнодушно смотришь на то, что происходит. Ну и, кроме того, не забываем, что Россия инвестировала большие деньги в создание вот этой, скажем так, пророссийской сети, особенно в странах глобального юга, особенно на африканском, латиноамериканском континентах и так далее, для того, чтобы продвигать свои какие-то ключевые тезисы, свое видение мира. Вот, знаете, Российская Федерация долгое время рассказывала о многополярности как таковое, да? Ну, на самом деле, российская многополярность сводится к тому, что позвольте нам безнаказанно хозяйничать в том или ином регионе, или позвольте нам беспредельничать, если нам что-то не понравится во внешнеполитических позициях разных стран. Вот эта многополярность в российском исполнении. Просто, знаете, долгое время в мире считалось, даже не только среди стран, которые занимали и занимают по-прежнему нейтральную позицию по отношению к этой войне, но и даже во многих странах считалось, те, которые сегодня продерживают Украину, считалось вполне нормальным закрывать глаза на беспредельное поведение Российской Федерации, которая обнуляла пункт за пунктом, я напомню, и война в Грузии, и война в Украине, первый этап, и война в Сирии в той же и так далее, ну и плюс там попытки вмешательства в те или иные политические процессы в целом ряде стран, в том числе на европейском континенте. Вот страны закрывали глаза на это поведение Российской Федерации, и, соответственно, это ее поощряло. Сегодня, безусловно, очень тяжело этим странам, которые привыкли к определенной модели, скажем так, к консервативному видению ситуации, которая складывается, быстро перестроиться. Это не значит, что не нужно это делать. Вот очень неплохо, что мы и публично, я имею в виду на уровне президента, на уровне других должностных лиц государства, на разных площадках, рассказываем о том, что нет ни одного правильного исхода войны, кроме выхода России из территории Украины в полном объеме. Хорошо, что есть вот эти консультационные саммиты, я бы не назвал это, конечно, саммит мира, потому что, ну, слово мир, оно звучит как бы странно, пока идет война. Но, тем не менее, это консультационный саммит, который четко позволяет вовлечь в дискуссию без присутствия России, еще раз подчеркиваю, это очень важный параметр, Россия настолько деструктивна сегодня, что ее присутствие, оно изначально бы убило любую идею, любого диалога. То есть там, где есть Россия, диалога не будет. Россию нужно только хлистать по щекам, вот она это понимает. К сожалению, для того, чтобы хлистать по щекам, нужно несколько больше, в большем объеме инструменты. Это тоже, кстати, задача, которую нужно параллельно решать. То есть, знаете, с одной стороны, смотрите, две задачи, на мой взгляд, сегодня во внешней политике Украины должны быть доминантными. С одной стороны, это разговор с нашей проукраинской коалицией, с теми странами, которые для себя определились, что действительно зло должно быть наказано, преступник должен быть наказан и, соответственно, должны давать нам пакеты военной помощи. И они это делают. Тут нужно продолжать эту работу, обеспечивая себя необходимым инструментом для данного этапа войны. И вторая задача, очень важная, которая решается как раз-таки через такие консультационные саммиты, как мы с вами увидели и в Копенгагене, и в Джиде. И, соответственно, на этих саммитах нужно странам глобального юга объяснять, что, смотрите, вот эта якобы нейтральная позиция, на самом деле, она поощряет даже Россию не только для продолжения войны в Украине, но и для окончательного слома международного права, в рамках которого вы живете, который вам гарантирует определенные возможности межгосударственного общения. Давайте-ка все-таки все вместе не будем позволять России ломать единственно возможный каркас межгосударственных отношений. Ну и, соответственно, уменьшая их лояльность к России или не вмешательства в конфликт и так далее. Знаете, для чего это важно? Это важно даже не столько для того, чтобы нам они военную помощь какую-то давали. Понятно, что на это тяжело рассчитывать. Но, по крайней мере, чтобы они на всех международных площадках занимали исключительно справедливую позицию. То есть не поддерживали прямо или косвенно или опосредованно Российскую Федерацию, не позволяли России чувствовать себя достаточно уютно, продавая свое сырье на некоторых рынках и так далее и тому подобное. Вот два параллельных процесса, которые необходимо продолжать не свыше денег. Михаил Михайлович, так чего в итоге удалось все-таки добиться благодаря этому саммиту? Там, понятное дело, обсуждались важные, безусловно важные для Украины вопросы. Да, кто-то даже проявил инициативу, например, беря на себя определенные направления под свою ответственность. Но означает ли это, что работа в этих направлениях сразу же после этого саммита набрала никаких неимоверных масштабов? Или же это исключительно база, отталкиваясь от которой, можно в дальнейшем выстраивать дипломатическую и военную поддержку Украины? Вы абсолютно правы. Нам необходимы ведь какие-то площадки, на которых можно будет вести те или иные обширные диалоги не только с союзниками в рамках этой войны, но и с странами, которые занимают другие позиции. Это очень важно. Смотрите, на мой взгляд, саммит Саудовской Аравии решил три фундаментальные задачи. Да, давайте без иллюзий, конечно же, там сразу не было прорыва, все побежали, все отлично, мы тут уже все позитивные результаты собрали и так далее. Нет, это начало большой работы. Но вот этот сам по себе саммит в Джиде, он показал три составляющие, очень важные для мира. Первое. Он окончательно обнулил внешнеполитическую репутацию России, ну то есть вывел ее из перечня стран с повышенной субъектностью, которым пользовалась Россия долгое время. Ну и, соответственно, оказалось, что можно ввести какие-то дискуссии, какие-то консультации, что-то обсуждать в очень серьезном кругу без Российской Федерации. То есть субъектность России поставлена под сомнение, это важно не только для нас, для нас это очевидно, но и для тех стран, опять же, которые относятся к тому же глобальному югу, что без России вполне можно вести дискуссии и решать. Это очень важно, это символический шаг, один из первых шагов к тому, чтобы Россия ушла из глобальной политической повестки как страна доминантного типа, как страна, которая имеет право определять правила поведения в этой повестке. Вторая составляющая. Мы Россию вывели за скобки и таким образом для решения задачи, скажем так, послевоенного мира, каким он должен быть, какие основные направления в этом мире должны быть, соблюдаться, какие должны параметры и тому подобное. Вот инициатива Украины сегодня становится доминирующей, инициатива эта называется формула мира. То есть все равно в любом случае для любого процесса нужна какая-то платформа, на базе которой вы будете уже как конструктор что-то обсуждать и так далее и тому подобное. Какие-то, как вы правильно говорите, позиции принимать участие непосредственно, в каких-то не принимать в силу своих внутренних проблематик и так далее. Так вот, формула мира — это второе. Формула мира стала главной платформой, на которой все будет строиться с точки зрения того, как должна быть финализирована война и что должно быть в послевоенное время. И вот эта истерика, которую вы только что показывали, очень внятная, очень четкая истерика Министерства иностранных дел и Российской Федерации. Кстати, это министерство очень слабое с точки зрения интерпретаций, с точки зрения масштабирования каких-то внятных политических оценок. Оно скорее, опять же, как и Министерство обороны Российской Федерации, выполняет функцию пропагандиста, поэтому оно настолько агрессивно, оскорбительно даже ведет себя и комментирует. И это третий пункт. Смотрите, очень важный пункт, он мало пока понимается всеми, но тем не менее, я считаю, что это один из фундаментальных пунктов, который будет дальше продолжать обнулять Россию. Вот эта оскорбительная риторика той же Захарова или любого другого представителя, скажем так, Министерства иностранных дел России, ну или других институтов России, особенно по отношению к тем участникам саммита, которые принимали участие, и особенно по отношению к Саудовской Аравии как к организатору, оно четко показывает, что Россия начинает атаковать даже тех, кто занимает нейтральную позицию. То есть психологически Россия сегодня ведет себя оскорбительно не только по отношению к проукраинской коалиции, выдумывая новейшие вот эти, знаете, ярлыки из-под воротни, как любит Российская Федерация, имея, конечно, президента с малым уровнем интеллекта и малым уровнем знаний. То есть у них риторика, конечно же, совершенно другого типа. Так вот, они начинают оскорблять и страны глобального юга, то есть они оскорбляют не только действием, например, разрывая зерновую сделку, которая крайне важна для африканского континента, крайне важна для Китая, крайне важна для Турции, то есть для стран, которые там и нейтральную позицию занимают, или даже иногда пророссийскую позицию, я как про страны Африки говорю и так далее. То есть Россия действием оскорбляет и тут же словами оскорбляет, например, организация этого саммита говорит, что это бессмысленное вообще действие, в котором не надо, чтобы никто принимал участие. То есть таким образом Россия сама очень стремительно или даже ускоренно двигается к действительно полноценному статусу изгоя. И вот это очень важный параметр. То есть как только Россия перестанет иметь возможность где-то косвенной поддержки других стран, особенно с нейтральной оппозицией, как только она перестанет получать продукты двойного назначения, как только она будет иметь гораздо более дешевые цены на свои товары, в том числе на свое сырье, и, соответственно, эти товары не будут обеспечивать вот эти 9,7 триллиона рублей военного бюджета, это почти треть бюджета Российской Федерации, на закупки военной техники, ну имеется в виду на внутреннее производство, на оплату расходов военных и так далее. Вот тогда, конечно же, резко ресурсность России резко просядет. На сегодняшний день вот это тоже одно из интересных, вернее, одно из интересных последствий саммита в Саудовской Аравии. Михаил, ну тут, наверное, согласитесь, очень важно, чтобы партнеры Украины, чтобы те участники, которые присутствовали в Джиде, они реагировали также на слова той же Захаровой, например, на возмущение и так далее. А вот скажите, пожалуйста, вот относительно заявлений вот этой преступной своры, которая окружает Путина, слова Пескова относительно того, когда один из журналистов спросил, готовится ли Россия к захвату новой украинской территории, он ответил, процитирую, позволю себе, нет, мы просто хотим контролировать всю территорию, которая теперь записана в нашей Конституции, как наша. Такая тавтология фирменная от Пескова. Скажите, пожалуйста, вот на этот бред уже тоже не обращают внимания на Западе? Ну, вы знаете, конечно же, нельзя обращать. Вот смотрите, вы обращаетесь к вору и спрашиваете, вы хотите ещё что-то украсть или как? А он вам отвечает, да нет, вот я украл, вот я буду этим пользоваться, давайте вы сделаете вид, что теперь это моё. И так далее. Это настолько нелепо. Ну, смотрите, я, честно говоря, уже устал давать оценку психологическому состоянию, интеллектуальному состоянию этих персонажей. Но Песков глуп, но это определённо, конкретно глупый человек. Вот он, смотрите, он рассказывает, 90%, мы уже знаем, что 90% будет, потому что демократии не существует в России, какая разница. Это бюрократическая процедура, мы выберем Путина на 10-й срок с 90% результатом. Понимаете, вот человек, который это говорит, даже в рамках, скажем так, управляемой демократии, если бы он был умён, он бы не выходил с этим, потому что это абсолютное обнуление статуса России как страны, которая имеет отношение к современным цивилизационным нормам и правилам поведения. То есть нету никакой демократии, естественно, обычная царская инфраструктура, обычная узурпаторская власть, ну, вернее, авторитарная вертикаль с классическими нацистскими признаками. И второе, вот человек выходит и на полном серьёзе говорит, смотрите, мы у них там попытались отжать военным путём, мы там убивали массово людей, теперь мы хотим это всё себе оставить. Это невозможно. Смотрите, это невозможно с точки зрения международного права. Но если мы считаем, что между государствами всё-таки в глобальном смысле этого слова должны быть какие-то отношения, ну, то есть не должно быть права сильного, да, ну, ты пришёл, что-то забрал, теперь это моё, мы тут записали у себя в несуществующем документе. Смотрите, документ, который можно таким образом, теперь мы о Конституции говорим, можно таким образом внёс, вынес оттуда что-то, независимо от международных правил, ну, то есть как-то там территориальных правил, да, и так далее. Это не является документом. То есть Россия не имеет на сегодняшний день Конституции. Вот Песков зафиксировал следующую вещь. Россия — страна вор, которая должна отдать сворованное. Естественно, это может быть военным путём, если они хотят добровольно покинуть, в чём я мало сомневаюсь, можно добровольно покинуть территорию оккупированной. Второе. Человек вор абсолютно конкретно говорит, смотрите, нету никакой Конституции России, не обращайте на это внимания, потому что в этот документ мы вписываем всё, что захотим, исходя из вот нашего внутреннего междусобойчика. Не соответствует этот документ никаким международным нормативам, правилам. Это тоже очень важное замечание. Это значит, что в России на сегодняшний день, по сути, базовых документов, базовых конструкций, юридических конструкций не существует. Третья составляющая. Да нас с вами должно волновать, что говорит этот субъект. Он абсолютно для нас не является ни ньюсмейкером, ни человеком, который понимает, что происходит, ни человеком, который должен иметь какое-то влияние на что-то или значение. Всё, что должен Песков, это он должен сейчас мемуаристикой заниматься, то есть накапливать те данные, которые сможет потом в судебном заседании внятно рассказывать мотивы своего поведения. Осознанно ли он делал это заявление, или он делал это заявление в силу своих функциональных обязанностей. То есть ему написали на бумажке, иди, дурачочек, скажи, пожалуйста, вот эту фразу и так далее. Вот ему нужно сейчас продумать, проконсультироваться с соответствующими юридическими инструкторами для того, чтобы понять, как он будет это всё потом объяснять. Ну и, наконец, самое важное. Для нас с вами оккупированная территория является абсолютно украинской. Для международного права она является точно такой же. Соответственно, сегодня в рамках оборонной войны мы имеем право, во-первых, уничтожить всё, что там находится, российское, включая с незаконным мостом под названием Крымский, и, соответственно, освободить эти территории. Только в этом случае война будет закончена. И теперь переходим в главу. Вот то, что нужно объяснять партнёрам на разных уровнях. Нет у этой войны никакого финала, кроме проигрыша Российской Федерации. Потому что любой финал, кроме проигрыша, будет означать, что Россия не проиграла, не пошла на трансформацию и начинает расширять свою экспансию. То есть она будет более нагло себя вести на международных рынках, создавать для многих стран проблематики для того, чтобы эти страны не участвовали больше в поддержке Украины. Будет делать так, чтобы в этих странах всё было направлено на защиту собственного пространства от терактов, от политических переворотов и так далее. Будет провоцировать другие различные преступные режимы и преступные группировки, чтобы они в разных регионах ломали миропорядок. У нас не будет международного права. И вот тут мы нашим партнёрам периодически объясняем. Смотрите, вот обеспечить свою безопасность в нестабильном мире, где доминирует Россия, которая будет вести себя беспредельно, будет стоить гораздо дороже, чем, допустим, пакет из шести-восьми патриотов сегодня. Это первое. Ну и второе. Очень важно объяснить нашим партнёрам, мы это тоже делаем, почему они считают, что страна, которая так манифестно, демонстративно нарушает международное право, устав ООН, убивает людей, атакует крылатыми ракетами, забирает чужие территории, что должно подвинуть эту страну после окончания этой войны, не проиграв её, вести себя в рамках международного права? Ну то есть почему она должна добровольно отказаться от бандитской сущности своей власти? То есть она вдруг ни с того ни с сего, не проиграв войну, не будучи наказанной за объёмные военные преступления, не неся нагрузку репарационных, масштабных репарационных выплат, вдруг эта страна должна признать себя законопослушной и начинать вести себя не так, как ведёт сегодня? Ну то есть это же нонсенс, правильно? Ну то есть вы же не можете на полном серьёзе рассчитывать, что Россия после всего беспредела сегодняшнего, продемонстрированного в течение 531 дня, вдруг станет совершенно другой страной, а не наоборот, гораздо более агрессивной, более экспансионистской и более, скажем так, бандитски настроенной по отношению к другим регионам. Здравомыслящим людям и представителям государства, официальным представителям имеется в виду, вообще невозможно воспринимать всерьёз те заявления, которые сегодня делают представители Кремля. Будь то Песков, будь то Лавров, будь то сам Путин, неважно, они все там одно целое. Тогда возникает резонный вопрос. Если звучит подобный торг устами того же Пескова, на кого он направлен? С кем пытается сейчас Кремль торговаться? С кем пытается выторговать те самые временно оккупированные территории, чтобы к ним никаких претензий не было? Это не совсем торг. Я бы сказал, что это внутренняя паническая реакция, потому что всё идёт, естественно, по плану, но только план никто не знал, и оказался этот план 17-месячный вместо трёх дней, ну, по крайней мере, пока 17 месяцев, даже уже больше, скоро будет 18 месяцев войны. И, соответственно, конечно же, мы с вами видим совершенно невменяемые предложения, которые опираются на ультимативные требования России, и позвольте нам не проиграть. Вот для России сейчас важно, вот они эти заявления делают в плане расчёта на, например, те или иные страны проукраинской коалиции, на Соединённые Штаты, вы видите, они постоянно упоминают, мы хотим переговоров, мы готовы к политико-дипломатике. Вы видите, насколько цинично фраза «политико-дипломатический урегулирование» после того, как ты пришёл и вырезал детей Украины, это звучит крайне цинично. Но они что сейчас хотят? Вот эти все заявления людей, которые там внутренне паникуют, внутренне ожидают, условно говоря, собственного обрушения, оно, несомненно, будет обрушение их государственности, потому что кто-то в любом случае должен проиграть, в данном случае Россия, несомненно, идёт к своему фатальному окончанию и так далее. Так вот, вот эти все заявления эстетического плана, Пескова, Путина и так далее, они сигнализируют о том, что мы готовы заморозить конфликт. Ну, то есть для них даже не окончание войны важно. Для них ничего не важно, кроме трёх вещей. Первое — это заморозить конфликт за счёт, внимательно, за счёт резкого снижения интенсивности боевых действий. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы война не закончилась, война продолжалась, но очень маленькая интенсивность была. Второе — чтобы они остались на оккупированных территориях, своими там оккупационными группировками. И третье — чтобы они втянулись в какой-то переговорный процесс по типу «Минск-2». Я здесь хочу особо сказать, да, вот у некоторых людей возникает такая иллюзия, у разных людей, не только и в нашей стране и так далее, что можно начать какой-то переговорный процесс, на полном серьёзе люди так думают, с Российской Федерацией. Нет, нельзя. Для России переговоры — это инструмент затягивания войны, не более того. В рамках этого переговорного процесса на первом этапе они будут делать вид, что готовы идти на какие-то обсуждения. И, например, действительно у нас будет проведён там обмен пленами, ну то есть они какие-то откроют треки, на которых можно будет что-то обсуждать. Но на самом деле постепенно это будет затягиваться, а потом перейдёт в классическую доминантную позицию российской дипломатии. Они будут говорить, смотрите, но вы должны признать Крым юридически нашим, иначе мы продолжим атаковать крылатыми ракетами Киев, ну или там Харьков и так далее и тому подобное. Если не признаете, мы через 24 часа начинаем повторную атаку. В это время они первое вот некоторое время будут как раз-таки, ещё раз подчёркиваю, аккуратно вести переговорный процесс, требуя снижения интенсивности огня, ну или прекращения немедленно. Мне вот эта фраза нравится, немедленное прекращение огня. Потому что немедленное прекращение огня — это означает, что русские остаются там, где они сегодня находятся. В это время Россия, пока будет вот эту первую часть переговорного процесса имитировать, в это время она будет крайне разлагающе влиять на элиты политические, европейских стран. Сказать, ну смотрите, ну мы же тут войну более-менее уже закончили, давайте тогда искать какие-то другие взаимопримемленные варианты, давайте как-то обратно что-то обсуждать, давайте другие кейсы решать. Вот у нас есть там иранская программа, давайте мы с ней тоже будем что-то делать, вот сирийская программа, давайте там что-то будем обсуждать и так далее. Достаточно примитивно всё это. Для меня это настолько очевидно, знаете, это как открытая книга, которую все читают, но почему-то все видят там разные цифры, да? Ну разные цифры того, что будет происходить дальше, или разную последовательность того, что будет происходить дальше. Так вот, смотрите, все, что говорит Песков, Захарова, Лавров, я не знаю, Путин, безусловно, Путин вообще говорливый в последнее время стал, потому что человек, который себя чувствует неуверенно, всегда меняет модель поведения и все время пытается в длительных спичах самооправдаться, то есть он прежде всего оправдывается перед собой. Так вот, не важно, что они все говорят. Важно, что на самом деле Россия в таком виде, если не проиграет, катастрофические последствия будут не только для Украины, но и для глобального миропорядка как такового. Возвращаясь в саммит в Саудовской Аравии консультационной, так вот там оказалось, что без России можно структурно, позитивно и конструктивно разговаривать. Вот нужно постепенно, чтобы увеличивалось ощущение у наших партнеров и у представителей стран нейтральной позиции, что без России гораздо больше можно обсуждать серьезные вещи. Там, где Россия, никаких обсуждений, взаимные оскорбления, ну или основные оскорбления со стороны России, или на самом деле со стороны России будет просто заблокирована возможность вести те или иные дискуссии. Поэтому давайте подытожим простые выводы. Нам нет смысла обращать внимание на завывание Российской Федерации. Оно бессмысленно, оно не построено на анализы происходящих событий и оно не имеет никакой стратегической перспективы. Второе. Нам нужно продолжать объяснять нашим партнерам, с одной стороны, с другой стороны представителям стран нейтральных позиций, что нет ни одного решения этой войны, если они хотят жить в более-менее стабильном мире, где Россия не проигрывает. И, соответственно, природа войны такова, последствия войны таковы, что Россия должна будет потом все это компенсировать не только Украине, но и глобальному сообществу, ну с точки зрения ответственности за нарушение правил, за объявление войной, нематерианной и так далее. И третья составляющая. Мы должны быть без иллюзий жить и осознавать, что нам сегодня поможет только ускорение и увеличение масштаба военных поставок. Это единственное, что понимает Россия. Если мы хотим действительно довести эту войну до конца, мы должны получить все необходимое нам инструментальное оружие для нанесения максимальных поражений на линии фронта Российской Федерации. Да, в условиях происходящего предоставление Украине военной помощи и в целом поддержка Украины это довольно адекватная реакция. То есть речь идет не только о локальной истории. Нет, это глобальная, затрагивающая далеко не только Украину история. Война, которую начала Российская Федерация и может попытаться распространить ее и на другие государства. Но все-таки Real Politics никто ведь не отменял. Скажите, пожалуйста, какова репутационная составная часть всей истории поддержки и помощи Украины? Тем более в преддверии той серии выборов, которая будет происходить в странах-партнерах в ближайшие несколько лет. Вы знаете, что такое репутационная составляющая в реальной политике? Ну, в реал-политике, как вы говорите. Вот вы должны обладать несколькими качествами. Первое — не заискивать перед партнерами, быть объективным и справедливым. Третье — быть глубоко компетентным. Не произносить какие-то достаточно насыщенные, пафосные речи и так далее, которые один, два, три раза воспринимаются, а потом начинают раздражать. Вы должны понимать четко свои задачи на каждом этапе. Вы должны четко аргументировать, почему под эти задачи нужны те или иные инструменты. Вы должны уметь четко показывать, что если эти задачи не будут решены вами, то их все равно придется решать, но с гораздо большими затратами другим потенциальным партнером и так далее. То есть вы должны занимать определенную позицию, которая базируется не на обмане, заискивании, я не знаю, каким-то другим качествам, а должны базироваться на глубоком понимании проблематики, на умении эту проблематику внятно, красиво излагать и на объяснении, почему не только наши интересы в данном случае учитываются, но и наоборот. Украина как раз-таки учитывает интересы многих других стран и главное, глобального миропорядка, который мы привыкли с вами называть международное право. Вот это нужно уметь рассказывать, балансировать, объяснять и одно и то же повторять десятки раз. При этом без раздражения это делать, при этом понимать, внимательно, понимать внутренние проблематики стран, ключевых доноров, понимать, какую позицию они занимают, например, на глобальном рынке. Вот смотрите, для Франции сегодня крайне важно понять, что будет дальше происходить на африканском континенте, с учетом того, что Россия там резко наращивает свое доминантное присутствие. Переворот в Нигере — один из таких примеров, где одновременно были перевороты практически в течение последних полутора-двух лет. Буркина-Фасо, Мали, Чад и так далее. Вот теперь Нигер — это не только экономическое давление, но и политическое давление на ту же Францию. И нужно понимать, как это будет выглядеть. Вот нужно учитывать все особенности внутренних и внешних политик стран-партнеров, опираясь на знания это, рассказывать о синергии того, что мы делаем, помощи того, что мы делаем их интересам как таковым, ну и, соответственно, обстоятельно рассказывать проблематические вещи, если Россия не проигрывает, что будет дальше с миром происходить. Но, опять же, это нужно говорить не какими-то абстрактными словами, а нужно четко показывать математический анализ, финансовый анализ, что будет с миром, если Россия выигрывает с точки зрения затрат на обеспечение собственных территорий, безопасности в собственных территориях и так далее и тому подобное. Необходимо спокойно, системно работать, опираясь на базовое понимание интересов и своих, и стран-партнеров. Михаил Михайлович, Российская Федерация действительно понимает, по сути, лишь язык силы. Вот то, что произошло в Новороссийске, мы про Оленигорский горняк, СИГ. Насколько мы знаем, вы придерживаетесь вполне резонного мнения относительно того, что эпоха доминирования Российской Федерации в Черном море подошла к концу. Но сейчас разыгрывается новая такая политика партии со стороны кремлевских пропагандистов, мол, не стоит наносить удары по российским портам, это невыгодно, например, Вашингтону. Вот скажите, пожалуйста, это не действенно будет по отношению к Соединенным Штатам Америки, вот весь этот набор фраз со стороны кремлевских пропагандистов? Ну, не готов сказать, будет действенно или не действенно, потому что на внутреннем рынке Соединенных Штатов есть же свои дискуссии, они могут вести эти дискуссии. Но если мы говорим об объективном, то, безусловно, на ценообразование, например, на ценообразование с точки зрения сырья, например, в данном случае мы говорим о нефти, гораздо большая и весомая роль ОПЕК, то есть они регулируют цены с точки зрения добычи в тех или иных регионах, чем, например, трафик через российские порты российской нефти. На мой взгляд, это абсолютно абсурдное измышление, они к реальности не имеют никакого отношения. Безусловно, для России крайне опасно, если порты в Российской Федерации будут заблокированы в Черноморской акватории. Это ключевые перевалочные центры, там большой объем торговли, до 100 миллиардов долларов ежегодного, трафика денежного доходит и так далее. Конечно, это нанесет существенный ущерб России, но самое главное, репутационно. Россия там долгое время всем рассказывала, у нас Черноморский флот, бойте все его. И вообще для меня это загадка, да? Это то, что нужно бояться после 17 месяцев войны. Я помню, в Европе все трослись, когда слушали слово «российская армия». Сейчас, очевидно, нет никакой российской армии. Есть просто большой объем людей и большой объем накопленного советского оружия. Да, тяжело все это перемолотить, для этого нужно много встречного ресурса. Но, тем не менее, точно так же Черноморский флот. И, безусловно, репутационно Россия выглядит уже никчемно и так далее. Но нет никакой зависимости. Это первое. Второе. Очень важно наносить соразмерные паритетные удары по России. Ведь она нам угрожает. Она угрожает не только Украине, но она угрожает морю внешней юрисдикции, международному морскому праву. Она говорит, что мы тут все заблокируем, никто тут не сможет ничем торговать без разрешения России. А кто такая Россия, которая, соответственно, проигрывает войну? И так далее. Поэтому, безусловно, России нужно показать, что у нас тоже есть инструменты, которые позволят ее загнать за новороссийством. И так далее. И, на мой взгляд, это абсолютно правильно. На мой взгляд, как раз наоборот. Чем более жестче мы будем себя вести, чем соразмерно с теми рисками, которые генерирует Россия. Вот Россия наносит удары по нашей бортовой инфраструктуре, значит, нужно наносить удары по боевым кораблям, которые это делают. Они должны быть уничтожены. Здесь я солидарен с президентом Зеленской, который абсолютно четко говорит, «Смотрите, это наши коммерческие интересы. Мы защищаем. И более того, мы защищаем в рамках международного права. У нас абсолютный мандат. Даже на лице этого субъекта, помните, мы там упоминали его, Песков, да? Нужно на лбу прибить такое международное право. Оно нам гарантирует возможность нанесения соразмерных паритетных ударов по, например, военно-торговым обеспечительным суднам и по военным кораблям Российской Федерации». И так далее. Мы это будем делать. Иначе получается, что, знаете, вы безропотно стоите, Россия, нарушая советом правила ведения войны, нарушая Устав ООО, нарушая тоже международное право, вас бьет, хлестает, а вы смотрите на это и говорите, «Не, ну мы не можем, мы не будем ничего делать, мы будем просто ждать, пока она нас разрушает». Нет, нет. И вот как раз-таки поведение не слабого человека, поведение человека, который готов нанести встречный удар, да, к сожалению, у нас не такой объем ресурса, но вот это поведение человека, который готов бороться за свои интересы, очень жестко их отстаивать и так далее, оно наоборот будет стимулировать наших партнеров все-таки дополнительно передать нам тот или иной пакет необходимой нам военной помощи. Какова роль предстоящих выборов, в частности, например, в стране, которая является наибольшим сегодня партнером, предоставляющим помощь Украине в Соединенных Штатах Америки? Ну, например, насколько демократы таким образом зарабатывают себе дополнительные баллы? Я понимаю, все, опять же, отталкиваясь от того, что помогают они Украине, потому что так правильно делать, но ведь мы не исключаем того, что политические баллы тоже берутся в расчет. Давайте я вам фэнтезийную историю расскажу, да, чтобы было понятно. Если бы вы думали о дополнительных баллах и правильно считали математику, и хотели бы исторически получить просто невероятный балл вот в копилку свою, партийную, неважно, или там государственную, скорее, потому что я там достаточно ровно отношусь и к двухпартийной системе в США, ни на минуту не сомневаюсь, что они именно в двухпартийной системе нас эффективно и поддерживают. То есть это консенсус государства, и, соответственно, он такими будет, независимо от итога выборов. Но вот фэнтезийная история для меня такая. Вот вы возьмите, посчитайте, посмотрите, да, психологически Украина настолько сильна, что готова дойти в этой войне, поставить правильную точку в истории существования Российской Федерации. Это первое. Когда вы увидели психологически готовый народ, который это готов делать, второе, вы увидели, что он готов пользоваться, эффективно пользоваться военной техникой современных образцов. И третье, вы для себя приняли решение, что можно очень быстро, посмотрев на состояние российской армии, на состояние российского общества, можно очень быстро эту войну закончить, если правильно посчитать математику этой войны. Атакамсы, F-16, дополнительные снаряды, дополнительная бронетехника в размере не один-два танка, а 100-200 и так далее. Дополнительные хаймарсы, дополнительные, условно говоря, системы Петрио, противоракетные системы и так далее, и тому подобное. И вы очень быстро, золотыми буквами впишите совместно Украина и Соединенные Штаты, или Украина, Соединенные Штаты, коалиция, Украина, Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и так далее, и тому подобное, поставили точку в существовании нацистского государства современного типа под названием Российская Федерация. Той страны, которую долгое время опасались, боялись, которая крайне разрушительно влияла на глобальный мир и порядок, опять же, финансировала много террористов, финансировала много ультраправых, ультралевых течений, пыталась вмешиваться в президентские, в парламентские выборы, в разных странах и так далее, и тому подобное, и которая сегодня является фундаментальным спонсором глобальной нестабильности. Скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы вписать себя в учебник истории навсегда? Ну, как раз, чтобы Украина победила. Да. Чему тогда мы видим немного другое? Конечно, и математику знать. Не рассказывать, мы тут эскалация, потому что, наоборот, чем дольше тянется, вот посмотрите, чем дольше война тянется, тем больше Россия ищет других точек для того, чтобы масштабировать и эскалировать войну. Посмотрите, Беларусь. Они уже используют ее для того, чтобы спекулятивно там провоцировать Польшу, Литву по Сувалскому коридору. Посмотрите Африку. Посмотрите Ближний Восток и так далее. Посмотрите Латинскую Америку. Посмотрите общую истерику в мире, да. Посмотрите всплеск вот этих неонацистских организаций, которые все практически являются рецепиентами Российской Федерации. Глобальные неонацистские сети и так далее. То есть, как правило, Россия и является донором, максимальным донором современного неонацизма, как такового, в глобальном смысле этого слова. Да, он ничтожен с точки зрения влияния на современную нашу с вами жизнь. Но, тем не менее, единственная страна-донор этого всего это Российская Федерация. И понятно, что Россия использует слово неонацизм, являясь любителем этого слова и донором этого слова и так далее. Так вот, что нужно, чтобы на этом поставить точку? Первое, это нужно качественный анализ, последствия неправильного финала войны или толерирование зла, которое генерирует Российская Федерация. Второе, анализ войны как таковой. Не просто теория в голливудском стиле, а войны как таковой. И третье, построение четких логистических путей снабжения Украины, чтобы она очень быстро и очень эффектно поставила точку в существовании Российской Федерации. Вот сэнтези. В чем тогда основная проблема сейчас? В неправильном анализе или в неправильных логистических путях? Проблема сейчас в том, что не все до конца понимают, в каком мире они хотят жить через год, два, пять, десять, пятнадцать. Анализ. В таком случае анализ? Конечно. Есть люди, которые считают, что они настолько крутые, что мир будет под них прогибаться, как пел в свое время человек, осудивший войну, господин Макаревич. Понимаете? То есть на самом деле мир не будет ни под кого прогибаться. Ты либо умеешь ставить точки на «ты» в нужных предложениях, с нужным акцентом, либо ты будешь постоянно аутсайдером. Вот принцип какой в современном мире. И на мой взгляд, с Россией уже все понятно. Перевоспитать ее невозможно. Вернуть ее в рамки каких-то человеческих современных отношений невозможно. Получить качественного партнера с гарантом соблюдения договоренности из России – это скорее ближе к абсурду, ну или там к анекдоту, нежели серьезность. Получить Россию в качестве высокоразвитой технологической, экономической страны нет смысла. То есть вы все время навсегда хотите иметь отсталую, варварскую страну, которая может существовать только за счет атаки кого-либо, ну или провоцирования где-либо нестабильности. Зачем вам это нужно? Для меня загадка. Михаил Михайлович, ну и напоследок, знаете, как говорится, новость, информация с пылу жару. Итак, Европейская комиссия начала подготовку отчета по расширению, в котором должна выразить рекомендацию относительно переговора во вступлении Украины в ЕС. Ожидается, что он должен быть обнародован во второй половине октября. Что вам известно на сей счет и как вы думаете, насколько это позитивная тенденция? Безусловно, позитивная. Это следующий этап подготовки вступления к Европейскому Союзу. Смотрите, это две разные задачи. Я хотел бы сразу, чтобы мы с вами правильно акценты расставили. Что касается войны и военного альянса НАТО, здесь все понятно. Дорога очень простая. Убрали вот это ПДЧ для нас и так далее. И поэтому он будет состоять из конкретных вещей. Первое, выиграли войну. Второе, вступили в НАТО как неотъемлемая часть. Это абсолютно логично, абсолютно быстро, абсолютно понятно. Что касается экономики, единого экономического пространства, с учетом множественности, сейчас конкурентных отношений Украины с другими странами. Необходимо синхронизировать большой объем законодательств, необходимо синхронизировать большой объем правил, по которым мы должны жить. Необходимо провести ревизию того, насколько наше государство с точки зрения сервисной функции соответствует тем требованиям, которые есть в Европейском Союзе, насколько соответствует правоохранительная система, ну или там, скажем так, более широко система справедливости как таковая. Вот это все провести аудит, это более длинная дорога, потому что она предполагает кардинальное изменение общепринятых для нас с вами, ну или там укорененных у нас с вами устоев социально-экономических взаимоотношений в стране. То есть мы должны отказываться от старой советской несколько модернизированной системы с примесью олигархического влияния на политический процесс, на экономический процесс, и мы должны переходить в сторону действительно исключительно внятных конкурентных отношений, которые будут таковыми и на внутреннем рынке, и на внешнем рынке. Поэтому, конечно, это позитивный сигнал, это говорит о том, что какие-то изначальные позиции уже выполнены, там, помните, было семь основных блоков, по которым Украина должна была показать прогресс, это в том числе касается и экономической регуляции, финансовой регуляции, и сектора справедливости, имеется в виду пропонительная судебная система, антикоррупция и так далее. Вот дальше следующий этап, более расширенные вопросы, которые будут уже более углубленно касаться экономики, регуляции. Мне кажется, это очень позитивный, просто эта дорога гораздо длиннее, чем дорога в военный альянс. Дорога в военный альянс тяжелее намного, она открывается жизнью наших людей. Дорога в экономическое сообщество открывается качественным государственным сервисом. То есть членство в ЕС полноправное, можно рассчитывать еще до завершения войны? Я не думаю, что до завершения войны, с учетом состояния современного мира, мы с вами можем получить какое-то корпоративное членство, ну или коллегиальное, или коллективное, и так далее. Я думаю, что до конца войны главная для нас с вами задача состоит из трех элементов. Первое, это получение оружия, объяснение, чтобы его было достаточно для каждого этапа войны. Второе, это усиление санкций, а лучше всего, чтобы Россия получила определенный юридический статус, ну, например, страна-террорист, которая резко ограничит возможность введения бизнеса, в любом смысле этого слова, и третья составляющая, это чтобы мы с вами постоянно информационно работали везде, чтобы Россия не могла, вот там даже устами, пусть крайне олигофренически настроенных людей, но тем не менее, чтобы она не могла доминировать нигде на рынках, которые мы сегодня не до конца с вами еще контролируем. Это прежде всего испаноязычная среда, это франкофонная среда, имеется в виду Африка, Латинская Америка и так далее, и тому подобное. Михаил Михайлович, мы вас услышали. Да, на самом деле, спасибо за эту обстоятельную беседу, как всегда были рады вас видеть. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Большое спасибо.